Valorant это игра в жанре шутера от Riot Games, просто взорвавшая все игровое комьюнити. Особенно это касается количества зрителей на твиче. По многому это связано с тем, что игра еще в закрытом бета-тесте и должна выйти... Об этом я скажу в конце ролика. Кстати, я тут посмотрел статистику канала и оказывается, что 96,7% зрителей не подписан на мой канал, это реально интересно. Давайте это исправлять. Подпишитесь на канал, чтобы кнопка подписки стала серой и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики и стримы. А то ютуб может не показывать мои ролики в ваших подписках и обязательно поставьте лайк, но вернемся. Что мы имеем? Игра в ЗБТ, получить ее можно через твич. Как? Тупо смотреть трансляции, а вернее, чтобы вкладка с трансляцией игры была включена. То есть, можно и не смотреть и так сойдет. И вам может выпасть игра, то есть шансы падения игры у вас будет. Но это может затянуться, если ты не хочешь ждать, то заходи в мой магазин игровых аккаунтов, где можно приобрести аккаунт Валоранта без ожиданий. А здесь и сейчас, помимо самого аккаунта, там можно купить игровую валюту из этой игры, а также на сайте представлено множество других игр. Советую ознакомиться и, что понравится приобрести, ссылка есть в описании и в закрепленном комментарии. Из-за того, что куча школьников сейчас сидят дома, в целом повысилась просматриваемость стримов и видосов. Исключением не стала и наша с вами игра. Хайпа много. Вот и все побежали смотреть игру, раз не получается самим в нее сыграть. Ведь ЗБТ и фиг сыграешь. Итог. Тысячи фейковых зрителей у говностримеров. Упс. Вы лучшие, я вас люблю, но не об этом. А что по игре? Она реально такая крутая. И да, и нет. Давайте разбираться. Эта игра, мягко говоря, ни на кого не похожа. Хотя нет. Эта игра скорейшнее CSGO Everwatch. Факт. Я не буду делать детального сравнения, если у вас есть глаза и капелька мозгов, вы сами это прекрасно увидите или уже увидели. Почему эта игра хороша? Все просто. Игра еще не успела выйти и стала хитом. Давайте поговорим про графику. Графика для 2020 года тихий ужас. Хотя если посмотреть на CSGO, они идут бок о бок. Эта игра точно не про графику и визуальный оргазм. Она про CSGO и Everwatch в одной игре. Это самое точное определение. Факт. Пора уже признаться. Я Максим Шубин. Находясь в трезвом уме и ясной памяти, ответственно заявляю. Я графодрочер. Я люблю сочную детализированную графику. Но с большой силой приходит большая ответственность. Это я к чему? Если будет топ графон и если игра еще будет платной, ну так нормально стоить, а не пару ломтиков хлеба. Ведь если крутая графика, значит была длительная и дорогая разработка. Обычно такие игры платные. В таком случае игры никогда не будут сверх популярны, как Майнкрафт. А как же GTA 5? Спросите вы меня. Бывают исключения из правил. Но все равно Майн на веки, GTA 5 лет на 5. Или на 7, в лучшем случае. Рецепт популярной игры надо взять популярные концепции игр, их слезать, немного изменить локации, сделать игру бесплатной, снизить графику, чтобы можно было запустить на утюге, добавить кастомизацию и обезумлившие школьники пойдут тратить последние бабки, чтобы выделиться в этой игре. И вот готова популярная игра. А что там по геймплею и физике? Геймплей это полная копия CSGO. А где хоть какие-то отличия? Если вы тоже не нашли отличий, то напиши в комментариях хэштег Valorant CSGO. Каждый, кто напишет это, я поставлю лайк. Здесь есть несколько локаций, которые как тайга, лично для меня. И мне нужен матерый проводник, чтобы на них заблудиться. Физика тоже CSGO. Я думаю, вы уже поняли суть игры, но все равно я скажу. Есть две команды, типа террористы против спецназа 5 на 5. Одни ставят бомбу, у них это называется Spike. Другие этому противодействуют и пытаются ее разминировать. Че по звуку и саунд дизайну? Звук оружия неплохой, но нечто CSGO. В CSGO есть какая-то магия у звука оружия и взрывов. Они там больше похожи на реальных, только в компьютерной обработке в хорошем смысле этого слова. Зато в Валоранде нет голосового чата, что в какой-то степени даже плюс. Если вы играете как я, полный нуб, то не услышите в свой адрес угроз с детско-кавказским акцентом. Но если вы хотите тащить и дать годную инфу с рандомными игроками в команде, то это проблема, но не критично. Главное фан, это все-таки игра. В игре есть некая озвучка крутизны и не только самих персонажей. Там есть персонажи, тут мы и подобрались к Overwatch. Персонажи Валорант как раз из этой игры. Как ты думаешь, Валорант закроют из-за грубого копирования других игр? Напиши об этом в комментариях. Эта озвучка качественная, порой даже клевая, а порой она раздражает то дело вкуса и за... Это явно не стоит хейтить игру. А что по сюжету? Ну, сюжет в игре по сути нету. Идешь и валишь в чуваков, все просто, ну почти. Лично для меня сложность в том, что я пока не знаю все способности у всех персонажей и когда их правильно и эффективно применять. Но это лечится долгими часами игры, если, конечно, она не надоест. Еще из минусов стоит отметить долгий отсчет времени до начала каждого раунда. Бесит, нужно уменьшать. Для кого вообще эта игра? Пожалуй, для малотребовательных геймеров, для которых наскучил играть в CS GO и хочется чего-то нового. Такого же, ну нового. Плюс там есть персонажи из Overwatch'а и это вносит определенное разнообразие в игру. Как тебе игра? Успел уже в нее поиграть? Хочешь в нее вообще поиграть? Пиши об этом в комментариях и подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик или стрим. Ставь лайк и делись этим видео в социальных сетях со своими друзьями. Пусть посмотрят ролик и выскажут свое мнение. Посмотри мои прошлые ролики. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok